Только новые данные. Те, что были забыты. Заговор Орион. Режиссер Сеп Женьяк. Господин премьер-министр, господин министр обороны, господин генерал, позвольте представиться. Меня зовут Франсуар Руссо. Я возглавляю неформальную исследовательскую группу, не фигурирующую в ваших штатных расписаниях. Господин президент, которому я лично и исключительно подотчетен, считал полезным и даже необходимым, чтобы я проинформировал вас по ряду вопросов. Вы относитесь к узкому кругу посвященных и наверняка считаете, что информированы лучше, чем большинство людей. Позвольте мне усомниться в этом. В данный конкретный момент в мире происходят события, достаточно важные для того, чтобы я проинформировал вас о них и представил соответствующие документы. Забегая вперед, скажу, что в настоящее время на масштабах планеты осуществляется беспрецедентная операция по манипуляции сознания. Я расскажу об этом подробнее чуть позже. В отношении нашей эпохи, все началось незадолго до Второй мировой войны. Гитлер нарушил многие политические табу, в частности тем, что взял на вооружение методы оккультизма и тайных обществ. Анан Эрбе – нацистская организация, занимавшаяся в числе прочего археологическими и антропологическими исследованиями. В ходе экспедиции в Афганистан нашла вот этот летающий объект. В индуизме его называют Виимана или Астра. В 1927 году в России и Китае были обнаружены следы очень древних ядерных взрывов, в результате которых некоторые осадочные слои были буквально расплавлены. Произошло это более 50 тысяч лет назад. Тот же самый феномен можно наблюдать в наши дни в зонах испытаний ядерного оружия. Гитлер очень серьезно отнесся к этим открытиям. Они позволили ему открыть ящик Пандоры, который впоследствии ни одно правительство, союзное или враждебное, не пожелало закрыть. В основе трагической истории нашей планеты лежит теория о существовании четырех лун, ассоциируемая с четырьмя геологическими циклами. Согласно Гансу Гербергеру, основателю теории мирового льда, три из этих лун в разное время упали на Землю, всякий раз приводя к почти полному вымиранию на ней всего живого. Предшествовавшее падению приближения последней из них к Земле сопровождалось гравитационным приливом, вызвавшим глубокие генетические мутации живых организмов. Одним из результатов этого было появление расы гигантов трех-четырехметрового роста, отличавшихся чрезвычайными умственными способностями. Несколько десятков тысяч лет спустя падение Луны на Землю вызвало значительное повышение уровня моря и резкое похолодание, сравнимое с ядерной зимой. Гравитационное поле Земли резко усилилось и привело к гибели гигантов. Гитлер был посвящен тайной этих доктрин и поддерживал активные контакты, в частности, с Тибетом. Нацисты настойчиво искали потомков оставшихся в живых представителей древних цивилизаций, хранителей секретов древних технологий, таких как вышеупомянутые Вимана. Одна из таких цивилизаций вызвела в разных регионах планеты более 600 пирамид, каменных, земляных и даже железных. Почти все эти пирамиды ориентированы в одном и том же направлении. Размеры всей пропонциональны числу Пи, и все расположены в так называемых магнито-теллурических узлах. Самые древние находятся в Азии. Две пирамиды находятся под водой. Одна к югу от Окинауа в Японии, другая к югу от Кубы. Обе были построены около 12 тысяч лет назад. Я привел теоретические свинья для того, чтобы напомнить, что согласно вышеупомянутому циклу, наша цивилизация четвертая. Я понимаю, что это может быть не очень приятно сознавать, но мы здесь не первые и не последние. В то время как для нацистов абсолютным приоритетом было изучение и воспроизведение найденных прототипов для обеспечения их авиации и превосходства в воздухе. Военные лаборатории противостоящих им союзных держав сконцентрировали усилия на разработке ядерного оружия и создании первых атомных бомб. Под контролем нацистов на секретных базах в течение многих лет работали ведущие немецкие ученые. Одним из них был Виктор Шаубергер, отец нацистских НЛО. Шаубергер возглавлял исследовательскую группу ВРИ, занимавшуюся разработкой антигравитационных систем. Он умер в 1958 году в Техасе. Там под защитой правительства США он продолжал совершенствовать свои летающие тарелки, к тому времени ставшие американскими. Вопросы о летающих тарелках, 70% так называемых неопознанных летающих объектов построены людьми и не имеют никакого отношения к инопланетянам. По окончании Второй мировой войны нацистскими технологиями завладели частично американцы, а частично русские. И те, и другие прилагали максимум усилий для совершенствования и практического использования этих разработок в условиях строжайшей секретности. Один из первых практических результатов был достигнут в рамках проекта «Рэнбол» – «Радуга», известный также под кодовым названием как «Эксперимент Филадельфии». Под руководством математика Джона фон Ноймана от имени ВМФ США, сотрудничавшего с Альбертом Эйнштейном и Николой Тесла, удалось осуществить телепортацию эсминца Элдридж. Эти фотоснимки, представленные Моррисоном Каджесопом, незадолго до его смерти при загадочных обстоятельствах, одни из самых редких свидетельств этого уникального эксперимента. Первые же испытания прототипов летающих аппаратов, построенных по индоарийской технологии, не прошли незамечены. Но военных это не беспокоило. В их распоряжении уже было средство камуфляжа более эффективное, чем секретность. Примерно в то же самое время, пилот ВВС США и агент СРУ Кеннет Арнольд положил начало к крупнейшей операции по манипуляции общественным мнением в отношении НЛО. Убеждать публику в том, что они не существуют, было и трудно, и бесполезно. Гораздо более эффективным оказалось создание искусственного ажиотажа, замешанного на систематической дезинформации и запугивании людей. НЛО и гуманоиды в массовом сознании быстро стали реалиями из области кино, телесериалов и коллективной паранойи, а отнюдь не науки как следовало бы. В мае 1947 года американским секретным службам стало известно об обнаруженном русским и древнем НЛО земного происхождения. Потерпевший аварию летательный аппарат был найден в горах на Алтае, вблизи границы с Монголией. Известие от находки немедленно повысило напряженность в отношениях между США и СССР. Открытие было впечатляющим, и чтобы не потерять лицо, Пентагон в тандеме с СРУ решил пойти на бред. В июле 1974 года в Розуэлле, США, был тоже якобы обнаружен потерпевший аварий НЛО. Это был чистый вымысел, но инсценировал он был настолько эффективно, что до сих пор он воспринимается за правду. В феврале 1949 года, вскоре после так называемого Розуэллского инцидента, НЛО был сфотографирован и снят на кинопленку в Антарктиде. В данном случае летательный аппарат был сигарообразной формы. После этого неопознанные летающие объекты наблюдали все чаще и чаще. Годы спустя, когда космическая программа «Аполлон» под руководством Вернера фон Брауэна была в самом разгаре, в нее, вопреки протестам фон Брауэна, были включены и парапсихологические эксперименты, в которых были задействованы участники нескольких экспедиций. Эти снимки были сделаны во время одного из последних экспериментов по усилению психических и телепатических сигналов, посылаемых йогом с Земли, и их регистрация на корабле «Аполлон». Эти эксперименты, однако, оказались на втором плане, в связи с систематическим появлением неопознанных летающих объектов вблизи космических кораблей и обнаружением следов неизвестных цивилизаций на Земле. НАСА была в буквальном смысле завалена обилием информации и ошеломляющих свидетельств, которые решено было пометить грифом «Военной тайны». Специальная группа ретуширования, фото и киноматериалов была создана при нас еще в 1961 году в соответствии с директивой Джейсон. Впоследствии ее задачей было устранение всех признаков цивилизации и руин Луни, особенно с фотоснимков, предназначенных для публикации в массовой прессе. В июне 1965 года искусственный спутник передал с орбиты вот этот снимок из района шетландских островов к югу от Аргентины. Русские всеми силами, включая вооруженные, пытались воспрепятствовать подъему НЛО на поверхность, но безуспешно. Аппарат в конце концов был вывезен американцами на военно-воздушную базу «Эдвардс» в Калифорнии. Десять лет спустя с базы «Эдвардс» взлетел первый беспилотный самолет антигравитационного типа с магнито-гидродинамическим двигателем. Всего было построено несколько прототипов. В 1989 и 1990 годах НЛО вдруг стали активно появляться над Бельгой. Бивноуником оказался треугольный летательный аппарат модели «Алстраты» и «Р-3Б» или «ХР-7», способный летать совершенно бесшумно со скоростью более чем в 10 раз превышающей скорость звука. Другим примером практического применения магнито-гидродинамической технологии является бомбардировщик «БЭТУ», разработка которого началась в 1981 году. Официальная модель «БЭТУ Стеллдж», впервые поднявшаяся в воздух в 1989 году, была создана, чтобы отвлечь внимание от другой, гораздо более совершенной модели, разрабатывающейся в глубокой тайне. Эта секретная модель, в числе прочего, использовала систему образования плазмы из речного воздушного потока, как это делают МГД-генераторы. Эта система ионизировала воздух вокруг фюзеляжа, сводя на нет всякое сопротивление, одновременно скрывая самолет от всех типов радаров. Этот ядерный бомбардировщик уже 15 лет летает со скоростью в 10 раз выше скорости звука, и в отличие от упрощенных моделей, ни разу не был обнаружен. Столь эффективная военная технология, разумеется, породила и массу побочных продуктов. За последние 10 лет появились десятки видов так называемого бескровного оружия, такие как электромагнитные бомбы, микроволновые и лазерные пушки самых разных размеров и мощности. Оборонное ведомство США при посредничестве транснациональной корпорации «Ретион» вложило огромные суммы в так называемую программу высокочастотных активных авроральных исследований, более известной под аббревиатурой «ХАРП». Официальной ее целью является изучение ионосферы на Аляске. Однако действительные возможности, расположенные на Аляске установки «ХАРП», гораздо обширнее. Это манипулирование климатом, локализация подземных объектов и складов, бесшумное разрушение любых целей и на любом расстоянии, а также, что особенно важно, манипулирование поведением людей. В 1996 году русский искусственный спутник обнаружил в Антарктиде с виду практически неповрежденный космический корабль гигантских размеров, ранее скрывавшийся под слоем льда. Анализ окружающего льда позволил установить, что авария произошла 24 тысячи лет назад. Почти одновременно с обнаружением корабля началось извержение вулкана на одном из островов, находящегося неподалеку все того лишь Атландского архипелага. Реальный риск потерять корабль заставил Россию обратиться за помощью к США. Просьба, однако, была затем аннулирована, и экспедиция в спешном порядке покинула опасную зону. Раздосадованные неудачи, не желая, чтобы объект достался другим, русские, в конце концов, попросту уничтожили его. Ни одна страна в мире не упускала ранее подобного шанса. Этот глупый акт только укрепил позиции США в отношении инопланетных технологий. Если этот отчет показался вам несколько затянутым, вопреки моим стараниям быть максимально кратким, он все же был необходим как обоснование заявления, которое я хочу теперь сделать в отношении заговора под кодовым названием Орео. Наша исследовательская группа убеждена, что построенные США и Россией, так называемые неопознанные летающие объекты, могут быть использованы для инсценирования нападений на планетян на нашу планету. Об остальном позаботятся средства массовой информации. С какой целью, когда развеется миф об угрозе со стороны международного терроризма, ориентированной на войну для укрепления экономикских держав, и прежде всего США, для дальнейшего процветания потребуется новый образ врага. Война на Земле сменится войной в космосе, против инопланетных агрессоров. Благодарю за внимание, господа. На выходе вам вручат экземпляры полного отчета. В ближайшее время мы встретимся с вами вновь, и я проинформирую вас по совсем другому сюжету. До скорой встречи, господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok